15-й сезон юниор-лиги КВН начался в Хабаровске. Стартовал по традиции с фестиваля. На гала-концерте выступили 20 из 26 заявившихся команд из Хабаровского края, Еврейской автономии, Приморья и Амурской области. О юморе от детей, но не всегда детском, и о музыке, без которой шоу не случится. Материал моих коллег. Селки городского типа. Который за общий звук. Русики! Компьютер. Именно поэтому мы все еще поселок городского типа. Видос. Так выглядит пульт волшебника музыкальных и звуковых эффектов, которого не видят зрители. 15-й фестиваль юниор-лиги КВН невозможно представить без музыки. Звуковое сопровождение не просто разграничивает шутки отбивками, но и делает сам юмор эффективней и эффектней. Приморцы! Да как вам помощь нужна, так вы к Хабаровску бежите! Алло, Хабаровск, у нас беда! У нас машины никто не хочет покупать! А летом-то как? Алло, Хабаровск! У нас в море некому купаться! Все в Крым уехали! Звуковое сопровождение – это точка шутки. То есть шутка прозвучала, и идет звуковое сопровождение, чтобы человек понимал, что прошла шутка, и надо в нее похлопать. Вся суть КВНа в таком, грубо говоря, экшене. И этот экшен придает музыка. Перед гала-концертом материал всех 26 команд юбилейного сезона проходил редактуру 4 дня. И все это совместно со звукорежиссером. Поэтому он, можно сказать, выучил каждую отбивку или эффект. Вот здесь, вот здесь, вот все вот здесь, вот ребята. Я вот у этой команды могу только шутку вспомнить, где отбивка должна быть. То есть надо все смотреть, и надо любить каждую команду по-особенному. То есть все очень просто. Но некоторые команды слишком трепетно относятся к точности подачи музыкальных отбивок и эффектов. Одна из таких – сборная президентского внимания из Комсомольска на Амуре. Мама одной из участниц и представитель команды сидела с режиссером и контролировала точность. Самое главное, чтобы вовремя включили видео, либо фото, и на миниатюрах, чтобы это было вовремя, была классная подача. Ну и сработала, естественно, на зрителя и для детей. Добавляет невероятную эмоцию и для зрителей, и для самих детей. Вот, это, ну, подъем эмоций однозначно. Просто без музыки, без перебивок, да, как положено в КВН. Ну, без этого, мне кажется, не та уже картинка. Также музыкальные отбивки команд – это их отличительная черта. Со временем зрители узнают команду по первым нотам. В детском КВН я считаю то, что да. Хотя у нас перебивка, я знаю то, что она используется и в высшей лиге, но у нас она считается, ну, для нас, мне кажется, для тех, кто ее слышит, считается символом нашей команды. Ну да, я тоже думаю, отличается музыка. Вот у всех разная музыка, и поэтому люди запоминают музыку, и потом включают и вспоминают, какая команда. Игорь Сукачев, Максим Ванаков, Максим Артиков. Смотри Хабаровск. Также добавим, что школьная сборная Хабаровска заняла второе место на Кубке чемпионов 11-го международного фестиваля детских команд КВН. По его итогам, две команды юниорки приглашены в новый сезон телепроекта «Детский КВН». Еще одна находится в расширенном списке и поборется за одну из шести дополнительных путевок в сезон. Пожелаем нашим КВНщикам удачи.